Дрессировка Специалисты рекомендуют обязательно тренировать собак, независимо от породы. Некоторые, правда, считают, что обучаться можно по книжке. К сожалению, это неправильно. Бывают случаи, и очень много таких случаев в процессе тренинга, когда от проводника требуется очень быстрая реакция на то или иное поведение собаки. Проводник, даже если он очень старательно будет изучать теорию дрессировки по книге, будет вынужден в этот момент вспоминать, ага, что я должен сделать сейчас, что я должен сделать по такой реакции, по такой, по такой, по такой. И в итоге его действия запоздают. Теряются ценные секунды, допустим, какие-то необходимые для защиты, допустим, да? Вы знаете, это более актуально на дисциплинарных наводках, но в любом случае от проводника требуется быстрая, хорошая реакция для того, чтобы собаке объяснить на понятном ей языке то, что нужно сделать собаке. Многие задаются вопросом, в каком возрасте начинать работать с собакой. Кинологи отвечают, неважно. Самое главное, чтобы собака созрела и физически, и психологически. Например, обучаться защите от нападения необходимо только тогда, когда у вашего любимца до конца сформируются челюсти. Минимальный возраст. Когда нужно и можно обучать собаку? Этот возраст для разных пород разный. И для разных видов обучения он тоже разный. Почему? Потому что собаки разных пород формируются к разному возрасту. Например, есть собаки раннего формирования. Как правило, собаки пород немецкой овчарки, доберман, ризеншнансер, они формируются относительно рано. Где-то 8 месяцев это возраст, когда психика этой собаки сформирована примерно настолько, что можно заниматься общим курсом трассировки. И иногда можно даже в 10 месяцев заниматься защитной правоной службой. То есть собака к этому возрасту уже сформирована. Если брать собак других пород, например, среднеазиатскую овчарку или кавказскую овчарку, то, как правило, там очень часто бывает такая ситуация, что в полтора года он огромный, 80 кг весит, а по развитию где-то 5-7 месяцев ему. Вот. И очень часто, опять же, бывает такая ситуация, что собаки этих пород, которые являются поздними по развитию, они начинают проявлять нужные, например, тараульные качества. В 2 года бывает так, что собака проявляет. И владельцы удивляются, почему она до этого возраста не проявляет положенных, как бы, и качеств. Не выросла еще, не созрела. Вот. Значит, и, соответственно, смысл заниматься, смысл тренировать какие-либо качества есть тогда, когда животное к этому готово, когда сформировалось по возрасту. И физически, и психологически. Сидеть. Камни. Ребята. Лежать. Место. Различают три вида дрессировки. Спортивная, служебная и прикладная. Первое. Это спортивная дрессировка. Что это? То есть, та дрессировка, которая предполагает развитие тех качеств у животного, по которым можно в дальнейшем отследить то, насколько это животное способно, в принципе, к выполнению той или иной работы. То есть, это нужно для селекции. Например, для собак породы немецкого овчатка обязательно требуется керинг. То есть, специальная программа, по сдаче которой собака допускается или по несдаче которой не допускается в пленое разведение. Это необходимо для того, чтобы получать хороших, качественных щенков. А если этого не будет, соответственно, качество потомства будет плохое, низкое. И нельзя будет как-то с уверенностью предполагать, что у щенков будут нужные служебные качества. Но эта спортивная дрессировка, называется она ИПО или ШУСКУНТ, эта дрессировка, она рассчитана на то, что этим будут заниматься люди, которые рассчитывают на то, что их животное будет участвовать в пленом разведении. То есть, это хендлеры, либо владельцы, которые располагают большим количеством времени для того, чтобы заниматься спортивной дрессировкой. Совершенно верно, заводчики, владельцы питомников, где работают специальные люди, которые действительно называются хендлерами, которые, эти люди, в свою очередь, тренируют собак и сдают с ними эти спортивные нормативы. К сожалению, занятия спортивной дрессировкой мало применимы для тех собак и их владельцев, которым не нужно селекционное совершенство животного. Условия подготовки этих собак таковы, что собаки и тренируются, и работают в определенной последовательности на определенном месте в определенное время суток. Как только эта цепочка разрывается, то есть собака выходит за пределы этого стадиона или прерывается эта последовательность упражнений, то сразу же качество проявления навыков значительно снижается. Вот, поэтому это мало применимо для практики. Служебная работа собаки тоже мало применима в домашних условиях. Вряд ли вам пригодится навык собаки искать, например, наркотики. Служебная дрессировка Служебная дрессировка это как раз то, что применяется на службе. Ну, мы прекрасно знаем, что сейчас есть очень высокая потребность в собаках, которые поисковые собаки, поисково-спасательных собаках, собаках по поиску взрывчатых веществ, наркотических веществ. То есть, есть потребность в караульных собаках, собаках, которые... Собака, нет, караульная собака, это та собака, которая охраняет объекты. Склады, например, или еще какие-то монетизированные, например, объекты. Есть потребность в собаках, которые сопровождают, например, патруль милиции. Называется патрульная служба. Это тоже хорошее и нужное направление подготовки, но это специализированная подготовка. И таких собак, если переносить этот опыт на то, что нужно роским лозецам, на то, что нужно человеку, который купил щенка и хочет, чтобы этот пес в дальнейшем был послушным, умным и слушался его так, как он это предполагает, когда он его покупает, этот опыт мне очень понравится. Почему? Потому что, как правило, те направления, которые там прорабатываются, те виды служб, на них делается очень большой акцент. И в основном вся работа строится на том, что работают над этими служебными направлениями. И опять же, по соотношению времени, стоимости этого обучения и того, насколько оно потом будет востребовано, КПД получается не очень высокий. А вот прикладная дрессировка – это то, что необходимо любому владельцу собаки. Заниматься дрессировкой, конечно же, под руководством наставника, должен тот человек, который хочет, чтобы в дальнейшем его слушалась собака. Бывает, у людей, которые имеют собак, возникает вопрос, а вот можно я ее там сдам на две недели куда-нибудь в питомник? Вы ее всему научите и привезете? И потом, значит, привезут, и она будет именовольная, послушная. Не бывает чудес на свете. Получим такой стат. Да, конечно, этого не бывает. Почему этого не бывает? Потому что собака, попадающая в руки к чужому человеку, в данном случае, обучается послушание чужому человеку. Ну, к примеру, если речь идет о послушании. Вот, в любом случае, это неправильно. Собака не должна слушаться от второнних людей, не должна слушаться от чужих людей. Второе. Когда идет обучение, очень важно научить самого человека правильно понимать собаку, правильно понимать мимику собаки, действия собаки и правильно влиять на поведение собаки. Собственно, этим мы и занимаемся. То есть учите работать в паре. Как человека-хозяина, так и саму собаку. Совершенно верно. Как правило, с собакой следует заниматься хотя бы один раз в неделю. За два месяца она вполне усвоит все необходимые команды. Главное, чтобы вы обязательно обучались вместе с ней. Ну, дальше что происходит? Обучили командам, собака все знает, все умеет. Нужно ли это тренировать дальше? Нужно ли это как-то использовать просто вне дома, когда вы гуляете? Нужно ли? Вы знаете, что касается применения навыков и тренинга. Очень желательно тренировать собаку вообще постоянно. Постоянно почему? Потому что любые навыки, и дисциплинарные, и защитные навыки, и навыки проводника, конечно же, теряются, если они не востребованы. Любая функциональная система развивается тогда, когда она востребована. Если не тренироваться, то, конечно же, навыки теряются. Если вы решили дрессировать собаку, помните, что на самом деле работать в паре со своим любимцем – это отличное времяпровождение. Люди, не знакомые с дрессировкой, не знакомые с процессом тренинга, почему-то воспринимают тренинг и дрессировку как нечто такое, что надо отбыть, что нужно пройти за какой-то период времени, за неделю, месяц, три, полгода. Ходили на каторгу, да? Ходили на каторгу, да? Вот, да. Ходили полинные. Ничего подобного. Подход совершенно неправильный. Когда люди начинают заниматься дрессировкой, и собаки, кстати, тоже когда начинают заниматься дрессировкой, очень быстро они понимают, что это классно, здорово, и это приносит удовольствие. Поэтому на сегодняшний день вообще процесс тренинга собак становится таким элитным спортом. То есть человек, который имеет время, может себе это позволить. Вот, может себе это позволить финансово. Где-то стоимость тренинга 300-500 долларов в месяц. Вот, и я считаю, вот, моя точка зрения как тренера, что вообще заниматься собакой очень полезно городскому жителю. Почему? Потому что людям в городе совершенно не хватает и общения с природой, и общения с животными. Общения с животными, вообще физической своей, как бы, на совершенно не собственной причине подготовки. Да, совершенно верно. Вот поэтому это является прекрасной сменой деятельности. Если, например, человек целый день сидит в офисе, работать за компьютером, потом в лес погулять с собакой, отработать какие-то команды. Потом в вечер выходит в лес, на час потренироваться с собакой поработать. Это очень здорово, это очень хорошо, доставляет огромное удовольствие. Для того, чтобы хорошо воспитать и выдрессировать собаку, ей придется уделять много внимания. И на это уйдет время. Зато результатами вы будете пользоваться всю оставшуюся жизнь. Ваши пожелания всем владельцам домашних животных, собак в частности? Ну, я желаю, во-первых, того, чтобы каждый владелец собаки имел ту собаку, которую он хочет иметь. Чтобы поведение этой собаки устраивало владельца. Желаю того, чтобы владельцы собак понимали, что если собака не проявляет нужного поведения, что можно и не очень сложно добиться нужного поведения. Желаю того, чтобы каждый владелец нашел общий язык со своим животным, и чтобы общение с животным доставляло радость каждому из владельцев. В 1949 году была создана специальная комиссия по редким видам с целью создания мирового списка животных, которым грозит исчезновение. Его предложили назвать «Красной книгой», поскольку красный цвет – сигнал опасности. «Красная книга Москвы» – новая ступень нашего сознания. Она наглядно показывает состояние окружающей среды в городе и одновременно служит руководством к действию. Основная причина сокращения численности видов животных и растений в городе – исчезновение или изменение их исконных мест обитаний, хищничества собак и кошек, а также серых ворон. Мир города сложен и уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки и дрогнут все остальные. А мы не просто касаемся паутины, мы оставляем в ней зияющие дыры. Последние барсуки водились в Москве до 50-х годов. Их всех уничтожили охотники и собаки. Последнее гнездование черного коршуна в столице отмечено в 62-м году прошлого века. Исчез он из-за нехватки кормовых угодий, полей водоемов и преследования серых ворон. Мы сделали природу полноценным элементом городской среды. Поставили себя на грань выживания в среде искусственной, где отсутствует должный уровень экологической безопасности. Неужели и эти животные тоже скоро станут лишь музейными экспонатами? Человечество неумолимо развивается, находя все новые и новые способы усовершенствовать свою жизнь. Но в погоне за прогрессом мы никогда не должны забывать, о мире природы вокруг нас, о тех животных и птицах, которые нуждаются в нашей любви и защите. Ведь преданность братьев наших меньших – это драгоценный дар, накладывающий на тех, кто его принимает, не меньшее обязательство, чем человеческая дружба. Как ни парадоксально, но среди всего многообразия рептилий, именно хамелеоны могут претендовать на роль истинно домашнего питомца. Они легко приручаются, необычные и красивые. За ними очень интересно наблюдать. Заботливо выращенный хамелеон прекрасно узнает хозяев, идет к ним на руки, а также приучается есть с пинцета и пить из пипетки. Хамелеоны – одни из самых удивительных современных присмыкающихся. Но, кстати, жили они еще и в меловом периоде. Этих животных причисляют к семейству ящериц, хотя иногда выделяют в отдельный подотряд. Существует около 90 видов хамелеонов. В основном хамелеоны ведут древесный образ жизни. Но есть некоторые виды, которые живут в норах или в лесной подстилке. У хамелеонов сжатая с боков туловище, короткая шея, пятипалые конечности и цепкий длинный хвост, который свертывается наподобие ремня в несколько раз. Глаза у хамелеона круглые, подвижные и покрытые той же кожей цветными чешуйками, что и на всем теле. Кстати, это отверстие под зрачок никогда не затягивается кожей. Цвет кожного покрова хамелеона может различаться в разных ситуациях. Например, все это может зависеть от эмоционального состояния, от физиологического состояния хамелеона, а также от температуры окружающей среды. Из серовато-зеленой она вдруг делается желтовато- или голубовато-зеленой. Также кожа хамелеонов может иметь цвет бурый, молочный, лиловый с различными оттенками. Хамелеоны малоподвижны. Они могут провести очень долгое время, сидя без движения. При этом они держатся лапами и хвостом за ветку и совсем иногда могут схватить жертву языком. При необходимости могут довольно быстро бегать и прыгать по веткам. Поскольку в природе хамелеоны почти никогда не спускаются на землю, то влагу они получают с листьев, где скапливаются капельки росы после утра. Чтобы смоделировать подобную ситуацию, в помещение, где содержится хамелеон, ставят маленькую помпу, которая создает струйку падающей воды. Для многих видов хамелеонов необходим достаточно большой перепад дневных и ночных температур. Зимой в квартирах с центральным отоплением лучше всего ставить террариум на холодный подоконник, где почти нет солнечных лучей, а днем включать электрический подогрев. Хамелеоны территориальны и агрессивны друг к другу вне зависимости от возраста. При встрече хамелеон меняет цвет, еще больше плющит тело, открывает пасть и шипит на другого своего соперника. Если молодых хамелеонов содержать поодиночке, они растут быстрее. Но если получилось так, что у вас много хамелеонов, а террариум один, то есть один способ, который позволит вам избежать агрессивных контактов со стороны всех сородничей. Для этого нужно заросли в террариуме сделать очень густыми. Корма должно быть в избытке. Животные сами себе отрегулируют процесс питания. При всем при этом обязательно помните, что 2-3 раза в день террариум нужно опрыскивать чуть теплой водой, особенно когда хамелеоны молодые, так как в этом возрасте они чаще всего обезвоживаются. Также необходимо строго дозированное облучение ультрафиолетовой лампой. Взрослые особи не требуют особого ухода. Кормят их с пинцета или из кормушки, большими тропическими тараканами или сверчками. Многие хамелеоны очень любят маленькие сладкие кусочки фруктов, а также некоторые виды комнатных растений. Как я уже говорила, большинство хамелеонов не умеют пить из водоемов. Поэтому в домашних условиях приучать пить их нужно будет из пипетки или из шприца с затопленной иглой. Агрессивным и неприрученным хамелеонам прыскивают воду в открытую пасть, когда они изображают позу угрозы. А ручные животные запросто пьют из пипетки, когда разглядывают на ней маленькую капельку. Помимо воды, хамелеоны очень любят самые разные соки, а также медовый раствор, который вы можете давать в количестве от 2 до 20 капель, естественно, учитывая размер животного. На сегодня у меня все. И помните, что преданность домашнего питомца это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, не меньшее обязательство, чем человеческая дружба. До встречи!